Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 950 вычислите наиболее удобным способом. А. Мы видим, что здесь 4 дроби, обыкновенные дроби. Причём 2 дроби со знаменателем 4 и 2 дроби со знаменателем 7. Давайте найдём значение суммы дробей со знаменателем 4. 1 четвёртая минус 3 четвёртых. И сумма дробей со знаменателем 7. Минус 1 седьмая. Записываем все дроби с теми знаками, которые есть. И плюс 1 седьмая. 1 четвёртая минус 3 четвёртых. Сложение чисел с разными знаками. Оставляем знак большего модуля. И числители считаем. Плюс 1 минус 3. Это минус 2. Минус 2 четвёртых. Знаменатель остаётся тот же. Минус 1 седьмая плюс 1 седьмая. Сумма противоположных чисел всегда равна нулю. А любое число, сложенное с нулём, даёт то же самое число. То есть будет минус 2 четвёртых. Или сократим на 2. Минус 1 вторая. В В можно заметить, что произведение двух чисел даёт круглое число. Это 0,4 умноженное на 0,25. И это произведение можно умножить на минус 7,8. 4 умножить на 25 будет 100. А так как мы умножаем десятичные дроби в числе 100, надо отделить запятой три знака. Это будет 0,1. Умножить на минус 7,8. Умножаем числа разного знака, получаем отрицательное число. И при умножении на 0,1 в числе переносим запятую влево на один знак. Получим минус 0,78. В. Если внимательно посмотреть на этот пример, то можно увидеть, что здесь можно вынести общий множитель. Общий множитель минус 1 вторая. Из первого слагаемого и из второго. От первого слагаемого остаётся 3,1. Прибавить от второго слагаемого остаётся минус 2,1. Равно. Итак, минус 1 вторая умножить. Плюс 3,1 и минус 2,1. Складываем числа разного знака. Оставляем знак большего модуля, то есть положительное число. И из большего модуля вычитаем меньше 3,1 минус 2,1. 3 отнять 2 будет 1 целая. 1 пятая минус 1 пятая будет 0 дробных частей. То есть получится всего 1 целая. А теперь умножаем числа разного знака. Получаем отрицательное число. 1 вторая умножить на 1 будет 1 вторая. Получаем минус 1 вторая. Г. Здесь, как и в предыдущем примере, можно вынести общий множитель. Минус 0,85. От первого слагаемого остаётся 0,3. От второго слагаемого плюс 0,7. Получаем. Минус 0,85 умножить. В скобках 0,3 плюс 0,7 будет 1. 1 умножить на любое число даёт то же самое число. Минус 0,85. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...